Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, а вы на моём канале YouTube. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом, рассказать то, как я начала идти не просто в минимализм, но и решила начать свой диджитал-минимализм. Немножко предыстории. Я работаю диджитал-менеджером в правительстве Москвы, и диджитал — это вся моя работа. То есть у меня вся работа протекает в интернете, я занимаюсь и рекламой в соцсетях, и продвижением, сайтами, и поэтому всяких диджитал-девайсов у меня миллионы маленькая тележка, диджитал-приложений целая куча, моя жизнь в почте, в мессенджерах и так далее. И в какой-то момент я поняла, что, несмотря на всё это, есть некий беспорядок, некий хаос, с которым я хочу как-то расквитаться, навести порядок. И вот как раз сегодня я начала с того, что я перетряхнула все свои основные почты. В первую очередь я структурировала рабочую почту, я избавилась от всех писем, я просмотрела всё, что... Все письма, которые были у меня неотвечены по тем или иным причинам, там приоритет был неважный, или это просто были какие-то непонятные письма информационные. Я всё просмотрела, всё ненужное удалила. Дальше я принялась за свои личные почты, их у меня три под разные проекты. И вот две из них я вычистила окончательно, удалила вообще весь такой мусорный e-mail, все информационные письма, рассылки. От всего лишнего, что мне было не нужно, я отписалась. Это, надо сказать, такой серьёзный труд, потому что нужно зайти в каждую рассылку, а они же сделаны с умом. И каждый раз тебя цепляют, и нужно прям сильно, сильно осознанно подойти к этой проблеме и понять, что да, тебе эти письма действительно не нужны. И вот таких письм у меня было целая куча подписок. Некоторые я подписывалась просто из интереса, некоторые мне нужны, некоторые я пробочим моментом на некоторые подписывалась, чтобы подсматривать там у конкурентов идей или вообще, в принципе, лучшие практики какие-то брать и применять к нашему продукту. Вот, в общем, я всё это перетряхнула, от всего избавилась, всё вычистила. Не до конца дошла от основной, самой главной своей почты. Там ещё, ну, как мне кажется, непочатый край работы. Но я первое, что делаю, я там не стала просто удалять письма по уходу, потому что там больше тысячи писем непрочитанных. И это плюс к тому, какие письма я оставляю, в принципе, потому что они нужны на будущее. Я стала заходить, ну, как бы сверху вниз пошла, и у меня почта на mail.ru, это основная. И я просто пошла по этой почте, по всем рассылкам, и там есть кнопочка «Отписаться от рассылки и удалить все письма». То есть ты сразу и отписываешься от рассылки, и все письма, которые есть у тебя в почте от этого адресата, они удаляются. Это очень удобно, это сильно сокращает время очистки почты. Поэтому я вот эту тысячу писем практически всю успела просмотреть и подчистить. И прям чувствую такое диджитал-удовлетворение, что много чего нету. Плюс у меня стоит задачка, мы поедем 1-го числа на машине в горы Прейбрусе кататься. И по дороге нас три водителя, мы втроем едем на машине. По дороге я вот как раз планирую, пока мы едем в дороге, почистить телефон, удалить все ненужные приложения, потому что их тоже накопилось там по разным темам целая куча, и я понимаю, что многими я не пользуюсь. И также почистить свои фотографии в телефоне, потому что порой он мне пишет, что память кончилась. Хотя памяти в телефоне достаточно, я понимаю, что ее практически всю занимают фотографии, которые вообще давнишние у меня, которые автоматически копируются в Google Фото, но тем не менее почему-то я их храню. И вот я решила тоже почистить эти все фотографии и добраться до Google Фото, разобраться еще и там. Ну и на закусе я себе оставила свой жесткий съемный диск, которым я пользуюсь, наверное, с 2013 года. И там тоже очень много папок со старых работ, со старых каких-то проектов. И я тоже хочу навести в этих папках порядок, потому что там прям даже есть папки, когда я копировала со своего макбука просто целой папкой всю информацию в жесткий диск, чтобы разгрузить макбук, потому что у меня был маленький, маленького объема, по-моему, на 256 или на 500. И, в общем, он тоже быстро засорялся, потому что я любила снимать видео, что-то там монтировать. Все хранила на компьютере, а потом просто все это скопом сливала на жесткий диск. И, ну, в общем, мне очень хочется это все подчистить, все, что лишнее, какая-то видеоинформация или фотография, или вообще какие-то лишние файлы, все это вычистить, оставить только нужное. И таким образом навести свой диджитал порядок. Вот такие мои планы на эти выходные новогодние. Я очень надеюсь, что у меня все сложится, потому что самое сложное, когда ты наводишь порядок не только в живых вещах, в живом доме и начинаешь свое расхламление, но и в каких-то диджитал историях, это максимально спланированно и дисциплинированно подойти к этой проблеме, потому что каждый раз начинают нахлёстывать в тебя эмоции. То есть ты начинаешь вспоминать, с чем это было связано. Или думать, а вдруг мне там понадобится вот это письмо. Но, поверьте, не понадобится. Я сегодня сидела и думаю, блин, ну классная рассылка, надо же ее как-то сохранить, вдруг понадобится. Но я понимаю, что я на эту рассылку уже много раз смотрела, и я в своей голове уже поселила эти знания, как мне бы хотелось там в следующий раз что-то сделать там в диджитал по работе. Вот, поэтому это все не нужно хоронить. Также я поняла, что у меня целая куча видео, каких-то фоток, особенно там по 10 кадров примерно одинаковых. Вот я хочу все эти дубли удалить, выбрать там лучшие и избавиться от вот этих дублей, потому что я понимаю, что, например, за 10 прошедшие лет, я когда залезаю в свои папки, ну мне не нужно уже такое количество фото и старые видео, которые я хотела когда-то смонтировать, но не смонтировать, я за 10 лет их не смонтировала, значит, больше ничего я с ними не сделаю, и нафиг это не надо. Надо жить сегодняшним днем, смотреть в будущее, а прошлое, его приятно оставить, вспоминать о нем, но не жить с каким-то прошлым, потому что оно как просто непонятный груз. А если этот груз еще и напряжен тем, что у тебя бардак в этом прошлом, то это ужасно. Поэтому я в своем прошлом хочу навести порядок, навести свой диджитал-детокс, и чтобы у меня всегда был доступ к моим вещам в диджитал-среде. Я не искала все как-то по папкам, а чтобы у меня было все структурировано и четко. Такие вот мои планы на следующий год по минимализму. Если у вас есть идеи или какие-то мысли и знания, как сделать порядок навести в диджитал-своей среде, цифровой минимализм ускорить, упростить, буду рада, если вы поделитесь под этим видео в комментариях. А если видео было вам полезно, ставьте лайк, чтобы видео продвигалось дальше, чтобы больше людей о нем узнали. Мне будет очень приятно. С вами была Анна Кафырина. Всем хороших праздников. Пока-пока.